Приняли единогласно. В Наринмаре появится новая улица, а 13 сентября пройдут неочередные выборы. Горожанам предстоит определить двух новых депутатов. Сухой закон. Прокуратура обязала сразу нескольких руководителей муниципальных образований обеспечить жителей питьевой водой. Хочу-пишу, хочу-нет. Единый госэкзамен предлагают сделать добровольным и возродить старые экзамены. На телеканале Север Новости. Здравствуйте. О главных событиях Неницкого округа расскажут наши корреспонденты. Я Олег Танзийский. Хариверский, Колгуевский, Канинский, Юшарский, Тиманский, Шоинский и Карские сельсоветы в судебном порядке обязали обеспечить население чистой питьевой водой. Главы и Рады выполнить предписание. Вот только ни сил, ни средств на это нет. В рамках трехдневного семинара руководители населенных пунктов округа обсудили одну из самых горячих экологических проблем региона. На обеспечение населения чистой питьевой водой, отвечающей требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. Согласно законодательству, для хозяйственно-бытовых целей, а тем более для питья, должны использоваться защищенные от загрязнений водные объекты и подземные воды, пригодность которых определяется на основании санитарного заключения. В ходе проверки в прошлом и в текущем годах в ряде населенных пунктов были выявлены массовые нарушения в этой сфере. Нарушения типовые. Почти во всех населенных пунктах имеются скважины, но отсутствуют лицензии на право пользования недрами и разрешения на пользование поверхностными водоемами, в том числе отсутствие зон санитарной охраны водных объектов. Практически во всех поселениях качество воды не соответствует нормативным требованиям. Необходимо ее обеззараживание, а также дополнительная современная очистка. Есть и такие, в которых вода нуждается в опреснении, а в некоторых населенных пунктах она и вовсе исчезает. Главы муниципалитетов проблему знают, но не понимают, как исполнить судебное решение и что их ждет за неисполнение завтра. С Владимиром Васильевичем мы были в суде, как раз забирали решение по поводу этого вопроса. Нас обязали обеспечить население качественной водой. Решение у меня на руках. Что делать-то? Куда мне сейчас с ним? Воды нет в природе чистой. Под свой строгий надзор и контроль проблему взяла прокуратура округа. Пути решения кажется понятным муниципальным образованием. Необходимы пункты очистки воды, опреснения, плюс ко всему необходимо открывать новые скважины и обустраивать водозаборы, считают в прокуратуре. Те государственные программы, которые у нас на территории региона уже действуют с 2010 года, на текущий момент не позволило обеспечить население данных муниципальных образований в качестве питьевой водой. Уже путем принятия мер прокурорского реагирования нужно пытаться. Пока полномочия у нас у муниципальных образований поселений, мы обязываем администрацию муниципальных образований поселений. Но тем не менее необходимо, чтобы главы муниципальных образований на основании данных решений ставили проблему уже перед администрацией Минского автономного округа. К такому же выводу пришел и помощник губернатора, бывший глава Коткинского сельсовета Олег Поздеев. Главам муниципальных образований такую масштабную проблему никогда не решить, если к этому не подключится округ. Поэтому решено было озвучить ее на высшем совете при губернаторе, который состоится 26 июня. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На завершении семинара главы муниципальных образований представят свои планы социально-экономического развития территории губернатора региона и экспертной комиссии. Проектные планы содержат не только анализ текущего состояния дел в сельсоветах, но и предложения по повышению доходной части бюджетов развитию предпринимательства на селе. Экспертная комиссия, куда входят профильные вице-губернаторы НАУ, проведет детальный анализ каждого проекта. Для самых перспективных, с точки зрения экспертов, идеи будут составлены бизнес-планы и подтверждено бюджетное финансирование. Главное – иметь четкое понимание конечной цели и измеримый результат. Сегодня день герба и флага Заполярного района. Праздник отмечается с 2008 года. Именно в этот день, 7 лет назад, Геральдический совет при президенте страны, официальные символы района, внес в государственный реестр. На главной площади искателей сегодня прошли праздничные мероприятия. Волонтеры раздавали прохожим небольшие флаги с символикой Заполярного района. А для детей были организованы различные развлекательные площадки. Маленькие жители поселка прыгали в мешках на скорость, выявляли самого меткого и рисовали на асфальте. Я называла цветок. У меня длинные цветы. Администрация Заполярного района предложила жителям сочинить новый слоган к юбилею. В следующем году району исполняется 10 лет, и первые варианты уже появились. Заполярный я люблю, потому что в нем живу. В Наринмаре за один день водительских прав лишились сразу несколько человек. Ночные камикадзе. Полицейские провели массовую проверку водителей, и пьяных за рулем меньше не становится. Больница в школе. В регионе запустят пилотный проект «Школьный центр здоровья». Врачи смогут наблюдать за учениками с первого класса и до самого выпускного. В Наринмаре появится новая улица, ветеринарный проезд. Данную идею единогласно поддержали депутаты городского совета во время очередной сессии. Помимо прочего, народные избранники и за то, чтобы 13 сентября провести внеочередные выборы. Избирателям центрального и портового округов предстоит определить двух новых депутатов. Вакантные места, напомню, в городском совете появились еще в прошлом году. Всего депутаты рассмотрели 13 вопросов. Самым обсуждаемым стал отчет председателя городского совета Ольги Старостиной о работе горсовета за прошедший год. По ее словам, оба созыва в прошлом году провели большую работу по 136-му федеральному закону и 95-му окружному о передаче полномочий. Также по инициативе городских депутатов был принят окружной закон, согласно которому за счет бюджетных средств стало возможно проведение капитального ремонта в домах одиноко проживающих пожилых людей. Этот закон – одна из заслуг депутатов второго созыва. Но, опять же скажу, жизнь показывает. Сегодня мы закон приняли, сегодня мы поддерживаем, на сегодняшний день у нас снижают финансирование. И вот мы на последнее, буквально сейчас, изменение бюджет, нам оставили буквально, в смысле, на 4 человека пожилых. Однако по работе горсовета и самого председателя у депутатов возникли вопросы. Группа депутатов обратилась к нам об открытии депутатской комнаты в микрорайоне Качгард. И с помещением уже была договоренность. У нас все-таки там четверо депутатов. Плюс еще окружные к нам депутаты присоединились бы. И этот вопрос у нас с вами обсуждался, но он так и завис в воздухе. Также Людмила Павловна отметила, что работа по многим вопросам после обсуждения и голосования прекращается, хотя проблема остается. И добавила, что большинство депутатских запросов к председателю остаются без ответа. Скрылся и факт давления на народных избранников. Не хотелось бы, чтобы специалисты правового отдела городского совета вмешивались или указывали, как голосовать на сессии. То есть я прекрасно понимаю, что есть некоторые вопросы, в которых надо разобраться. Стараюсь это сделать. Если мне требуется помощь, я с удовольствием обращусь. И думаю, что мне не откажут в этом. Несмотря на замечания, отчёт председателя был принят к сведению. Утвердили депутаты и изменения в городской бюджет на текущий год и плановый период 2016 и 2017 годов. Также депутаты приняли решение по внесению изменений в устав муниципалитета и установили продолжительность депутатских каникул. Они продлятся с 1 июля по 31 августа. В регионе запустят пилотный проект «Школьный центр здоровья». Он позволит обеспечить всесторонние наблюдения, профилактику заболеваний и вредных привычек у детей. Планируется, что к работе будут привлекаться медицинский персонал, психологи, социальные педагоги и учителя школ. Такая программа успешно работает в других регионах. Где-то центры функционируют уже около пяти лет. За это время специалисты смогли предупредить и вовремя диагностировать у детей сотни различных болезней. Согласно статистике, четверть школьников страдает нарушениями системы кровообращения, 17% опорно-двигательного аппарата. К отцу 11 класса примерно половина юношей и 75% девушек не могут выполнить нормативы физической подготовки. Все мы знаем, что основная масса информации о здоровье и вся информация дети получают в школе. И для того, чтобы, конечно, чтобы это было доступно всем, все центры на всех территориях, они располагаются на базе школ. В какой именно школе будет открыт новый центр, решат члены специально созданной рабочей группы. На Координационном совете по вопросам материнства, отцовства и детства звучали различные варианты. Это и пятая, и четвертая школа, а также школы-интернат. Ну, кстати, в последний такой центр открыть будет сложнее, так как предполагается, что работа будет вестись не только с детьми, но и с родителями. Единый госэкзамен предлагают сделать добровольно. Такое предложение выдвинули депутаты Московской областной думы. Законотворцы хотят вернуть устный экзамен в качестве альтернативы ЕГЭ, сообщает интернет-издание. Например, по мнению зампредседателя Мособлдумы по вопросам образования Татьяны Ордынской, обязательная форма испытания в виде ЕГЭ уже давно не может быть приемлема для всех. Выпускник должен выбирать, причем самостоятельно. Хочешь пойти сдать ЕГЭ – иди, это твой выбор, тогда ты будешь лучше к нему готов. Хочешь беседовать – пожалуйста, ведь это не менее сложно, требуются более глубокие знания. А еще ЕГЭ – это мощная психологическая нагрузка, и некоторых учеников подготовить к ней не смогут никакие психологи. Какое унижение проходит ученик? Его досматривают всякие миноискатели, везде камеры стоят. Учителя провожают подростка в туалет. Он словно находится под обстрелом. Для нынешних школьников экзамен – это не праздник, это насилие над личностью. И вот как и депутатов Московской областной думы прокомментировала преподаватель русского языка и литературы 1-й городской школы Ольга Ястрикова. Я думаю, что добровольная основа сдачи единого государственного экзамена – это вполне допустимый вариант решения вопроса, связанного с возникновением стрессовых ситуаций разного уровня. У нас очень много средних специальных учебных заведений, которые принимают абитуриентов на основе конкурса документа об образовании. Поэтому, может быть, не всем обязательно сдавать ЕГЭ, хотя большинство, я думаю, будут сдавать в форме ЕГЭ, так как это все-таки шаг к поступлению в высшее учебное заведение. Но, опять-таки, добровольная основа сдачи ЕГЭ хороша еще тем, что, если ребенок сомневается в уровне своих знаний по математике, а поступать будет в какое-то гуманитарное учебное заведение, то он может себя освободить от необходимости сдавать ЕГЭ по математике. А вот премьер Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не будет отказываться от ЕГЭ, потому что весь мир использует именно такие тесты. Прежний вариант экзаменов в школе он назвал прошлым веком. Скажем по-честному, все мы сдавали эти экзамены. В значительной мере результат на экзамене был зависим от отношений между учеником и учителем – кто кого любит, кто кого не любит. В результате ЕГЭ у большего количества выпускников появилась возможность подавать документы в различные университеты и поступать, отметил Дмитрий Медведев. Напомню, законопроект, который предлагает вернуть устный экзамен, сейчас находится на стадии разработки. Ночной патруль на дорогах на Ринмара. Полицейские провели очередную массовую проверку водителей, чтобы поймать с поличным пьяных лихачей. Подозрительные машины струдники ДПС чаще останавливали вечером или ночью. Именно в это время водители любят садиться за руль под градусом. Это вы пьяненький садитесь за руль? Не-не-не. Это не мы. Это там ребята ехали до этого. А вы пьяные ехали за рулем? Мы нет. Инспекторами выявлено четыре правонарушения. Из них два водителя привлечены к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель управлял автомобилем, не имея права управления. А также один факт передачи лицу транспорта, который не имел права управления. А вот во время другой акции под названием «Внимание, дети!» Струдники полиции зафиксировали 16 правонарушений. В основном они связаны с отсутствием в машине детских кресел. Маленьких пассажиров перевозили наравне со взрослыми. Некоторые водители своих детей даже не пристегивают ремнем безопасности. Все нарушители понесут ту или иную ответственность. Вот кто бы знал, в тундре, оказывается, растут южные растения. Пионы за полярным кругом. Телеканал «Север» снимает очередную серию из цикла «Семь чудес НАО». Более 200 учеников со всего Северо-Запада, в том числе из Неницкого округа, приехали в Петрозаводск. Там стартовали ежегодные соревнования «Юные спасатели школы безопасности». В течение недели ребята будут демонстрировать свои навыки выживания в палаточном лагере, а также пройдут курс обучения основам безопасности. Кроме того, их ждет пожарная эстафета, полоса препятствий и поисково-спасательные работы. В составе сборной нашего региона 10 человек, средний возраст участников – 17 лет. В столицу Карелии юные спортсмены-спасатели отправились с хорошим настроением. Ребята рассчитывают как минимум на призовое место. На самом деле ребята очень неплохо подготовлены. Они здесь уже принимали участие в наших местных соревнованиях, это регионального уровня на территории округа. Также принимали участие в мероприятиях, проводимых именно нашими подразделениями – пожарно-спасательной частью, ненецким поисково-спасательным отрядом, поисково-спасательной службой. Школа безопасности – это одно из самых масштабных детско-юношеских движений в мире. За более чем 20-летнюю историю в этом проекте приняли участие более 2 миллионов российских школьников и студентов. В Ленинградской области продолжают свою работу форум «Ладога-2015». Эксперты уже подсчитали, в этом году молодежная площадка собрала рекордное количество участников. На берег Финского залива съехались более 1200 активистов и студентов со всего северо-запада. Но делегация Ненецкого округа продолжает удивлять организаторов форума. Накануне наша спортсменка Александра Столярова стала самой быстрой в забеге на 100 метров во время сдачи норм ГТО. Она показала лучший результат. Кроме этого, сборная НАО в первом туре волейбольных соревнований выиграла у Карелии и вышла в следующий этап. На форуме все эти дни работает наш корреспондент Любовь Пермякова. Сейчас она расскажет о значимых событиях. Вчера было тоже очень интересное мероприятие. Все участники форума, желающие, сдавали нормы ГТО. При каждой возрастной категории были свои нормы. Наши ребята справились с этим заданием на отлично. Все нормы ГТО сдали и даже были очень хорошие результаты. Одна из наших делегатов, Саша Столяренко, заняла первое место в беге на 100 метров. И также вчера была организована интересная встреча с известным режиссером Митсхевичем. Вы, наверное, знаете, что в прокат вышел новый фильм «Батальон». Перед этой встречей ребятам предлагалось посмотреть этот фильм. Фильм поставил вообще глубокое впечатление. Наши плакали даже. И вот потом появился сам режиссер этого фильма с некоторыми из актеров. Встреча длилась около 35 минут, и ребята задавали все интересующие вопросы по фильму. Вопросов оказалось очень много, и наши делегаты тоже в этом активно участвовали. Напомню, в составе нашей делегации 15 человек. На форуме они выбрали разные направления. Сейчас ребята готовятся к закрытию лагеря и заключительному концерту, который состоится 28 июня. Мы очень много готовимся сейчас к галоконцерту, который будет проходить совсем скоро здесь на главной сцене Ладоги. Учим вальс, учим песни, делаем с участниками, которые из разных регионов. Также из Санкт-Петербурга, кто-то из Вологды, кто-то из Калининграда. То есть из нас всех делают что-то одно. Съемочная группа телеканала «Север» приступила к съемкам очередного фильма из серии «Семь чудес НАУ». Для этого мои коллеги выехали в окрестности поселка Хангурей на ручей Ватик-Шор. Принято считать, что самые прекрасные цветы обязательно должны произрастать где-то очень далеко, в диковинных южных краях, где круглое лето царит праздник солнца и тепла. Это пион, цветок, пришедший к нам из-за горизонта, с востока, где желтое солнце встречается с небесной лазурью. Ученые утверждают, что в северных холодных землях он расти не может. И тем не менее он растет и цветет. Чтобы увидеть его цветение, мы отправились по печоре к поселку Хангурей. Слово «красивое» означает нагромождение берез. Хангурей знаменит тем, что здесь находится база оленеводческого колхоза «Няриянаты». Поселение образовано в 1934 году. Старожилы говорят, пионы на высоких склонах ручья Ватик-Шор росли всегда. Цветут пионы в начале июня, а сейчас в это время найти их очень сложно, поскольку они уже отцветают. Так что в поисках этого чудо-природы нам даже пришлось карабкаться по скалам ручья практически вертикально. Ватик-Шор находится почти на одной широте с горячими термальными источниками Пым-Вашор. Может, разгадка появления пионов за полярным кругом кроется в области геологии? Местные жители утверждают, в разломе ручья всегда тепло. Каждую весну они любуются этими цветами и собирают их как лекарственное сырье. И это несмотря на то, что еще Плиний-старший предупреждал. Пион охраняет пестрый дятел, который готов выклевать глаза всякому, кто попытается его сорвать. Миф остается мифом, а реальность – вот она. Пион цветет на северной земле, оберегает ее и учит нас любить родной край. И это – настоящее чудо природы. Валентина Чебичек, Мария Кравченко и Сергей Качугов, Телеканал «Север».